ПУСТИТЕ МЕТАЛЛ И РОК НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 20-21 ЖОРН ЖОРН ЛАНДИ ЙОРН ПИСЬКА В общем, давайте посмотрим Дашка Пиписька, огромное спасибо за щедрую поддержку стрима Вот в фонд твоей реакции В фонд твоего доната Будем смотреть вот эту хуйню Я прям не могу, кайфую от того Да и понятно Я прям не могу, кайфую от того, какая погода на улице Только что выходил, прям идешь, все хрустит Прям снежок лежит Эх, Леосовская фирменная водичка Пошла, давайте, насладимся Я уже сто лет его не смотрел, если честно Снега навалило, просто вот я себе специально камин поставил Потому что мне прям, не знаю Как-то прикольно Это знаете, как будто где-то В горах в доме сидишь, потому что на улице выходишь Там прям, знаете, скрипучий мороз такой Не знаю, там как у кого какая погода, потому что некоторые жалуются, что снега до сих пор нет У меня плюсовая температура Но это когда случается, это не то чтобы событие, но знаете, очень странно, что оно происходит всегда не у нас У нас популярностью пользуется немножко другая музыка Что я хотел бы изменить, чтобы был ровный баланс между разными стилями музыки А не только попса какая-то, просто вот эта натертая непонятная Какая-то просто вот все замазанное Лизанное такое вот ты слушаешь и просто прям тошнит А чтобы была любая другая музыка Потому что вы заметили, что сейчас и у Урганта всякий металл-рок появляется А там какие-то другие исполнители Не только вот эта вот непонятная какая-то попса, которая в себе никакого смысла вообще не несет Поэтому это реально круто Но сегодня мы с вами говорим о выступлении такого нереальнейшего вокалиста Просто это, ну не то чтобы легенда, хотя это да, это легенда Но он просто очень крутой И зовут его Йорланды, который вышел выступать на Евровидении в Норвегии В очередной раз Норвегия, металл, Евровидение Вот мы с вами типа в Колезин смотрели, как они с блазбитыми выступали на Евровидении Для меня это был шок в 2011 году Я просто такой Ну и по сути колоритность этого выступления тоже зашкаливает Потому что мы сейчас с вами будем слушать Там очень много прикольных таких восточных мотивов И я не знаю, я текст не читал еще Не хочу вот именно отвлекаться на текст Потому что почему-то мне это напомнило какую-то, знаете, утяжеленную музыку из Аладдина И отдаленно напомнил еще группу Мират Если вы не слышали, обязательно послушайте Это просто взрыв башки Потому что это металл-группа Такой, знаете, смесь Павер и Дэд Металла Из внимания Туниса Но при этом они просто очень круто звучат Ну и еще хочу вам напомнить Как это, блядь, ты че, в смысле? Какой нахуй минус 9? Смотри Череповец Погода, вот вбиваю Вот, сегодня Минус 4 сейчас Ну, 8 утра Завтра у нас что? Четверг Плюс 6, плюс 9, плюс 12 Чекай Мы разыгрываем электрогитару То есть такой маленький стартап-набор А, блядь, я иди Блядь, я уебан Получается Блядь, ладно, я понял То есть вот такой, знаете, прям готовый комп Фаны могут вычислить Череповец Блядь, я долбоеб Просто конченый абсолютно, да Блядь, чтобы взять вот эту коробочку Достать из нее гитару Комбик подключить И начать уже заниматься и учиться играть на гитаре Ссылочку на розыгрыш вы найдете в описании Там все просто Написать комментарий Сделайте пост Вписаться на поводу Ну и теперь давайте начнем смотреть само выступление И сразу же вам скажу Что Йорн Ланде Это один из самых, наверное, популярных примеров У меня непосредственно в преподавательской деятельности Потому что этот человек работает с позицией просто Блядь, да, мы тоже вот Череповец На высочайшем уровне Именно в плане с певческой позицией Потому что если вы посмотрите, как он поет На самом деле певческая позиция Это раком, если что Просто рот практически закрыт вот так вот Но при этом мы с вами слышим просто огромные открытые звуки Которые по форме своей практически не совпадают с тем, что вы видите у него на лице Это очень важный момент Ну и теперь давайте послушаем просто фрагмент вступления Потому что там стоит обратить внимание на звук А в слове сан, который он пропевает не как сан Не как сан, да, а как сан То есть это очень важный момент с точки зрения работы с английским языком Очень часто непоставленный такой, знаете, хотя бы немного нормальный акцент А точнее фонетика звуков гласных и согласных Портит звучание, когда вы поете на английском языке Это, знаете, я это делал, я это знаю, тебе это не надо И вот послушайте Человек, у которого, блядь Я прям запомнил даже наизусть Вот это, конечно, не портит нихуя Собственно, как норвежский вокалист исполняет на английском языке Единственное, что сразу скажу Выступление звучит немножко странно Потому что звук сведен хреново, реально Потому что, ну, оно как-то все очень мутно И вот то, что я вам говорил, что иногда бывает звук с микрофона Потому что сводят евровизионные чуваки Такой ватный, прям, буквально, знаете Если я сейчас выключу преамп, через который вы меня слышите Через союзовскую... Люди думают, что Даша Дефект и Дашка Пиписька Это один человек То он будет звучать вот таким вот образом Он становится очень ватным Нихуя почти не поминялось Который вы меня слышите через союзовскую мальфу То он будет звучать вот таким вот образом Он становится очень ватным, неярким и каким-то прожелываемым Как будто они убили кени Вот это вот странное ватное звучание И если, грубо говоря, в эфир забирается сигнал Который вот не скомпрессирован, не сжат и не раскрыт То звучит он не очень ярко Поэтому слушайте непосредственно голос Потому что его передача не очень хорошо здесь работает Реально, прям, ну, нехорошее звучание общего микса И, соответственно, в первом же кусочке мы с вами слышим Открытый его фирменный вот этот вот стартый звук Такой, да? Который он пропевает вот таким вот образом Практически не открывая рот Но при этом мы слышим с вами звук А Вот такой вот ярко открытый Я уже вам говорил про вот этот вот лайфхак в голове Когда мы берем звук А И вот так вот ставим вот этим вот треугольничком верхним К носу вот сюда вот внутри, да? Как будто на небо вот так вот надеваем А вот эти ножки оставляем внизу Вот таким вот образом Ты возьми звук А Треугольник здесь А ножки внизу И сделай так Ну и, следовательно, если вы обратите внимание на ножки внизу То, как он открывает рот Вы еще больше интересной информации видите Потому что он бы хорил как вы поет То есть это очень интересно с точки зрения изучения позиционирования звука С помощью вот этих вот мышц внутри здесь А не лицевой вот этой вот артикуляции Которая иногда вам очень сильно Талиос тоже с череповца Мешает Ну и еще мне кажется, что он был не совсем готов к звуку Который у него в наушниках Потому что в следующих же фразах он уже подстраивается И начинает петь как-то более плотно, стабильно И звук не теряет Но при этом обратите внимание, насколько далеко он от рта держит микрофон Потому что, ну, видимо, перекрутили по громкости, что ли Потому что он не всегда так вот далеко прям ходит с микрофоном Тут как-то прям это все странно выглядит Но при этом, если вы прислушаетесь, вы слышите у него постоянно в голосе Аккуратненькое и ровное расщепление Это тот самый фирменный звук, за которым гоняются очень многие вокалисты Очень многие люди, с которыми я общался, говорили мне Что вот мой там идол и вокальный учитель Фактически это Йорн Ланды Потому что, ну, это реально очень крутой мужик Слушайте следующий фрагмент Какая-то хуйня Вот этот вот у него выступление как-то странно сведен И ты слушаешь, вот, как будто он не собран до конца То есть, грубо говоря, в данном случае обработка вокала живая Не подходит к сведению самого микса И мне абсолютно не нравится, как звучат барабаны Вот они как будто, я не знаю, сводили не смотрели Они какие-то прям сырые-сырые И вот к вопросу о звучании барабаны Дефекты есть, но пиписька основная Мы недавно ребята из компании MixArt прислали просто офигевший набор микрофонов от компании Livid Там, вот здесь смотрите видосик Там был микрофон для бас-барабана, который состоит из двух микрофонов внутри У меня голова чуть не треснула, когда это увидел То есть там внутри и динамический, и конденсаторный микрофон сразу же То есть это микрофон, из которого выходит два XLR кабеля Я такой просто Ну и, соответственно, я полетел тут же в соседнюю комнату Поставил их на установку Записал сначала все на своих микрофонах, которые у меня там уже стоят И записал потом на Livid И знаете, что я услышал? Гораздо больше того самого фирмового звука, который хочется слышать в барабанах Нежели когда ты просто записываешь и думаешь, ну вроде хорошо, но чего-то не хватает Вот не хватало как раз той самой плотности и яркости, которую дали эти самые микрофоны Ссылочку на этот набор барабанных микрофонов я вам оставлю в описании Обзор выйдет буквально на этой или на следующей неделе Ссылочка тоже на него появится в описании И огромное спасибо компании MixArt за то, что она предоставляет мне разное оборудование для обзоров Чтобы я вам мог про него рассказать и поделиться Потому что я оборудование делаю обзор и отправляю его им обратно Потому что для меня это очень интересно с точки зрения изучения разного оборудования И, соответственно, параллельно с этим я еще снимаю видосики и рассказываю вам о существовании каких-нибудь необычных девайсов, которые упрощают жизнь музыканта Носок, например, или дилда В следующем кусочке меняется тональность И если вы послушаете, насколько у него получаются открытые звуки Вот здесь как раз начинается та самая фирменная его фишечка раскрытого микстового звука с легким расщеплением Окошко надо открыть, душно стало Которое он воспроизводит практически не открывая рот Вот к вопросу об артикуляции и всех этих моментах Да, вы должны лицом произносить звуки, чтобы они были немного четче Но вы должны их доделывать спереди, именно когда у вас уже звук готов ЧЕГО, БЛЯТЬ Идет вперед раскрытый, и вы как бы его нарезаете То есть, а не такое, что у вас весь звук Доделывать спереди, и вы его как бы нарезаете ЧЕГО, БЛЯТЬ Вот так вот валится вперед, и вы пытаетесь ртом как-то Валится вперед звук, и ты его пытаешься ртом Что ты несешь? Хуйню несешь, ебаный! Ты бредишь, БЛЯТЬ По кускам собрать какие-то звуки, воспроизвести То есть, представьте себе, что вы формируете плотную такую колбасу звука вперед Именно в... Колбасу звука Внутри вот здесь вот, и дальше ее просто там нарезаете на нужный... НИХУЯ НЕ ПОНИМАЮ С помощью артикуляции Но у вас не происходит того, что у вас такая бесформенная масса просто летит в лицо И у вас вот как там... КАКОЕ ТЕБЕ ДЕЛА ДА МОИХ СЕРВАНТОВ Что-то лицом где-то нарезаться Из-за чего вот эти вот звуки такие вот... А-а-а-а-а... Очень сильно сложные, они очень... А я могу даже вот не при... Блин... А-а-а-а-а... Ты ебаный по-русски говори! Я твой даже язык не понимаю, ебаный в рот! Очень сильно нагружает ваш голосовой аппарат И, соответственно, расщеплять в этой позиции тоже вообще нереально Поэтому, если вы прислушаетесь на скоб... Чтобы... Короче, ты когда пишешь, просто пишешь чужой никнейм Он у него высветится красным Просто тупо нужно повторить его никнейм А у тебя твой... Ну, короче, у тебя твой никнейм будет выглядеть красным Просто если я его напишу вот так в чате Он ни у кого, кроме тебя, красным не выделился Сколько глубоко у него улетает звук туда Вот просто посмотрите на его лицо И вы услышите, как звук у него... Вы знаете, такой... Мне все время это представлялось, как вот эти вот спутниковые радары, тарелки Вот эти вот такие полусферы, короче, да? То есть как будто звук такой прям... И оттуда так... Вылетает А, блук и пум! То есть фактически он звук формирует каким образом? Он берет звук что-то вроде... НЕЙ! НЕЙ! Да, и начинает его аккуратненько в конце подращеплять Прям вот на самом пике, прям чуть-чуть-чуть-чуть Прям НЕЙ! НЕЙ! Но при этом вот можно прям... НЕЙ! НЕЙ! У меня рот практически закрыт, а звук я ощущаю как раз, как я говорил Вот этим вот радаром внутри головы, внутри тела Как будто он так вот раскрывается, так... Начинает лететь Но при этом выходное, грубо говоря, отверстие... ... Это для выхода звука очень маленькая И вот послушайте просто следующий фрагмент Ну еще стоит внимание обратить Обычная дресня, прям такая самая заунывная Говнорог песня Убогая, блядь, я не знаю Тоскливая Позорная просто вообще хуйня Ты, которая под фанеру, ну, Евровидение там живой Только Юрланды, остальное это вот чисто представление Я имею в смысле живой в плане живого исполнения Все остальное это минус играет, который как-то страну очень сведет Может не успели, фиг его знает, но не важно Стоит обратить внимание на бэк-вокалы, которые спяты головным звуком Это тоже голос Йорна, он скорее всего не уверен Но скорее всего, потому что это явно не эти гитаристы поют Потому что они, ну, чисто, я не знаю, кто это, как они поют Что они, умеют они или нет петь Поэтому тут уже такой, знаете, это чисто представление Но вот следующий фрагмент нам очень интересен С точки зрения постановки открытых гласных звуков То есть если мы прислушаемся и послушаем Он пропевает его как Хрипотца легкая Ее можно, знаете, как вот уловить И научиться ее придерживать в этом звуке постоянно То есть по сути это можно сделать чистым звуком То есть Да, а мы можем его немножко, знаете, как подсластить Немножко перчику туда накидать И получится Тут уже выбирать надо в зависимости от стилистики И от того, в какой вообще атмосфере вы работаете Потому что Йорн, вот сколько я его слышал Да, он чисто поет Но у него вот эта вот фирменная хрипотца Отслеживается практически везде Слушайте вот этот самый кусочек Ну а следующий фрагмент я вам покажу Просто потому что это подтверждает мои мысли на тему Аладдина Здесь нечего рассказать Там просто бэкинг трек играет И его снимают сверху И экран, который под ним, как вот сцена, да Дает прикольное очень изображение Как будто он на ковре в самолете летит В следующем кусочке начинается такой, знаете, этнический брейкдаун И здесь стоит обратить внимание на самую последнюю фразу Которую он специально очень плотно фокусирует И прям именно фразу, я имею в виду две, там, три нотки, да Которые он допивает И он прям так Сжимает его специально, чтобы дать Такой, знаете, рок-метольный призвук Это самое интересное из этого фрагмента Потому что, в принципе, все формирование звука Он показал еще в самом начале композиции И вот следующий кусочек, как я вам говорил Мне кажется, что ему неудобно с точки зрения микса ушного Потому что начинается очень спокойная музыка И он теряется как будто под что петь Под какую громкость Это бывает очень сильно неудобно Но начало, да Там понятно, что он где-то даже по ноткам там чуть-чуть не попадает Это живое выступление Стоит обратить внимание на кусочек самый последний Вот это прям его фирменная фишечка Я уже не знаю Просто столько раз про него рассказывал И меня все равно продолжают спрашивать И очень часто бывает, когда люди просят сделать обзор на вокалиста Про которого мы уже обзор делали Поэтому напомню вам, что мы до сих пор собираем 10 тысяч лайков Под видосом с разбором вокалиста группы Монавар Для того, чтобы вышел новый полноценный анализ следующего вокалиста У нас с вами на очереди System of a Down и Валерий Кипелов Поэтому ищите на канале Видосик с Монаваром Смотрите, ставьте лайки, пишите там комментарии Поднимайте этот видос И будем ждать, пока накопится 10 тысяч лайков Ну и если это видео было для вас интересно, полезным и познавателем Подписывайтесь на канал, долгоните в колокольчик Все дела там Не забудьте подписаться на меня в инстаграме, вконтакте На мой влоговый канал и канал моей группы фильм Все ссылочки вы, естественно, найдете в описании И давайте увидимся в пятницу Покеда Покеда На мой влоговый Video citанина Покеда Подписывайтесь на мой канал Видосик Видосик